Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 22 ноября. Святой благоверный князь Михаил Тверский родился в 1272 году, уже после смерти отца своего, великого князя Ярослава Ярославовича, родного брата святого благоверного князя Александра Невского. При поездке в Орду князь Ярослав заболел и, приняв пострик с именем Афанасий, скончался. Мать Михаила Ксения воспитала в сыне горячую любовь к Богу. Воспитывался и учился Михаил под руководством Новгородского архиепископа, вероятно, Климента. На Тверском княжении сменил старшего брата Святослава. В 1285 году он построил каменный храм в честь Спаса Преображения на месте деревянной церкви Косме и Дымьяна. По смерти великого князя Андрея Александровича, умершего в 1305 году, Михаил по праву старшего получил в Орде ярлык на великокняжеский престол. Но московский князь Юрий Данилович не подчинился ему, сам домогаясь великокняжеской власти. Часто бывая в Золотой Орде у нового хана Узбека, который принял магометанство и отличался жестокостью и фанатизмом, Юрий сумел понравиться хану, женился на его сестре Кончайке и стал великим князем. Но он не успокоился и начал новую междоусобную войну с Тверью. В войско Юрия входили посланные узбеком татарские отряды во главе с Кавгадыем. Однако Тверичи, возглавляемые святым князем Михаилом 22 декабря 1317 года, наголо разбили Юрия. Было захвачено много пленных, в том числе Кавгады, которого святой Михаил отпустил, и жена московского князя Кончака, но она неожиданно умерла в Твери. Князь Юрий оклеветал святого князя Михаила перед ханом, обвинив его в отравлении Кончайки. Хан разгневался, угрожая разорением княжеской отчины Михаила, и потребовал его к себе для ответа. Не желая проливать кровь русских воинов в неравной борьбе с ханом, святой Михаил смиренно отправился в Орду, понимая, что ему грозит смерть эта. Он простился с семьей и тверичами, взял благословение на мученический подвиг у своего духовника отца Игумена Иоанна. Отче сказал святой, много заботился я о покое христиан, но по грехам моим не мог прекратить междоусобий. Теперь благослови меня, если придется пролить кровь мою за них, лишь бы они несколько отдохнули, а мне бы простил Господь грехи. В Орде над святым князем был устроен неправедный суд, который признал его виновным в непокорстве хана и приговорил к смерти. Святому Михаилу надели тяжелую деревянную колодку и отдали под стражу. Заточение святой Михаил по своему обыкновению постоянно читал псалтырь и благодарил Господа за посланное ему страдание. Он просил не оставить его и в предстоящих мучениях. Так как и руки святого страдальца были закованы в колоду, перед ним сидел мальчик и переворачивал страницы псалтыри. Долго кочевал с ордой святой князь-узник, терпя побои и издевательства. Ему предлагали бежать, но святой мужественно отвечал, «Во всю жизнь не бегал я от врагов. Если я один спасусь, а люди мои останутся в беде, какая мне слава? Нет, воля Господня да будет». По милости Божьей он не был лишен христианского утешения, его посещали православные священники, егумены Александр и Марк, и он каждую неделю исповедовался и причащался святых христовых тайн, получив перед самой смертью христианское напутствие. По наущению князя Юрия и Кавгадея, который мстил святому князю за поражение в табор, где содержался пленник, ворвались убийцы. Они жестоко били мученика, топтали его ногами, пока один из них не заколол святого Михаила ножом в 1318 году. Обнаженное тело святого мученика было брошено по руганию, затем его прикрыли одеждой и положили на большую доску, привязанную к телеге. Ночью два сторожа были приставлены охранять тело, но их объял страх, и они убежали. Наутро тело его не нашли на доске. В ту же ночь многие, не только православные, но и татары, видели, как два светлые облака сияли в то место, где лежало тело мученика, и хотя по степи рыскало много хищных зверей, ни один из них не коснулся его. Утром все говорили, князь Михаил святой, невинно убитый. Из орды тело святого князя было перевезено в Москву, где его погребли в церкви Спаса на Бару в Кремле. Лишь через год в 1319 году в Твери узнали о судьбе своего князя. По желанию его супруги княгини Анны и по просьбе тверичей мощи святого Михаила Тверского были перенесены в его родной город и 6 сентября 1320 года положены в выстроенном им самим храме в честь преображения Господня. Местное празднование святому благоверному князя началось вскоре после перенесения его мощей в Тверь, а на соборе 1549 года состоялось общецерковное прославление святого. 24 ноября 1632 года были обретены нетленные мощи святого Михаила. Святой князь часто оказывал благодатную помощь русской земле. В 1606 году поляки и литовцы, осаждавшие Тверь, многократно видели, как из города выезжал дивный садник на белом коне с мечом в руках и обращал их в бегство. Увидев икону благоверного Михаила, они клятвенно заверили тверского архиепископа и актиста, что явившийся в садник святой Михаил. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.